И всем снова здрасте! С вами, как всегда, Санчо. Ну, в общем, что я сегодня хотел вам сказать. Я очень люблю мясо, а к мясу подается, как всегда, по традиции, лук. Вот сегодня я покажу, как в шашлычных подают лук. Это будет очень вкусный, хрустящий, кисленький, с послевкусием небольшим, ну и с ароматным запахом и вкусом зелени. Поехали, помчали готовить. Обязательно с вас лайк в комментарии какой-нибудь. Ну, а я показываю, как сделать лук, как в шашлычной. Берем и нарезаем, желательно потоньше, обычный репчатый лук. Можно взять, в принципе, и красный. То есть, вот, посмотрите, насколько тоненько я его нарезаю. По количеству смотрите сами. Лука я сегодня сделал побольше, потому что будет шашлычок. Отправляем это все в какую-нибудь крупную тару. И так же берем укроп. Отделяем его от стеблей и мелко нарезаем. И укроп туда. А теперь наводим рассол. Берем какую-нибудь тару, где мы его сделаем. 800 миллилитров воды. Это из расчета, если что, сами вы считаете, сколько себе надо. 800 миллилитров. Сюда 2 столовые ложки сахара. Пол чайной ложки соли. Вода, кстати, холодная. И 9% уксус. 5 столовых ложек. Если хотите чуть покислее, можно чуть покислее, побольше его добавить. И все хорошо перемешиваем до растворения. Выливаем это все к луку. И добавляем либо черный молотый перец, либо очень мелко измельченный свежемолотый. И тщательно перемешиваем. Когда перемешали, оставляем лук на полчаса замариноваться. И через полчаса уже вкусный лук, как шашлычный, готов. И через полчаса, как замариновался лук, либо сливаем воду, либо вот так вот можно вилочками. Лишняя вода стекает. И выкладываем это все на тарелку. И подаем это к мясным блюдам, к шашлыку. Очень вкусно получается. Я долго думал пробовать, не пробовать. В принципе, здесь и так все понятно. Но я просто расскажу, что, какие вкусы здесь преобладают. Что я хочу сказать. Горечи лука совсем нет, чтобы вы понимали. Чувствуется то, что лук хрустящий. Чувствуется укроп. Вот это, кстати, укроп обязательно. Он придает какой-то пикантный такой вкус. Кислинка и небольшая сладость. Поэтому, друзья, обязательно готовьте вот такой вот лук, как в шашлычных. К себе, к шашлыку и к мясным блюдам. И наслаждайтесь вкусным луком. Ну, опять же, кто это любит? Всем до новых встреч, до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok